Привет, ребята, опять! Меня по-прежнему зовут Дарья. В руках у меня укулеле. А значит, это новый разбор на укулеле. И мы с вами продолжаем видеть традицию, как старые, давно забытые треки возрождаются как Феникс. И их слушают вновь, и они вновь в топ-чартах. Сегодня у нас с вами речь пойдет про группу Король и Шут. И вот недавно Кинопоиск начал выпускать сериал про Король и Шут. Там есть фэнтези, есть их реальное событие, которые происходили. Но, во всяком случае, опять их песня в топ-чартах. И я не могла упустить этот момент. Предложила вам, какую же песню разобрать. И очень многие писали про воспоминания было любви. Я послушала, сделала вам клевое вступление. Так что мы его тоже будем учить. Ну а чтобы песня в твоем исполнении получилась так же гладко и сладко, как у меня, садись поудобнее, бери укулельку в руки и погнали учиться. И эту песню начнем разбирать со вступления. Звучать оно будет следующим образом. Субтитры создавал DimaTorzok Как вы могли заметить, звучит все очень страшно и непонятно. Но не переживайте, мы изразучим только две строчки, которые будут повторяться просто два раза подряд. И чтобы вы понимали, это вступление написано при помощи табулатуры. Если вы никогда не играли и не знаете, что это такое, то у меня есть на канале целый видосик. Обязательно его посмотрите, я возвращу сюда. В принципе, вы можете остаться и попытаться вместе со мной с ходу слету что-то там зажимать, чтобы у вас что-то прозвучало, но будет немного труднее. Поэтому, может, заранее подготовиться и возрастить сюда. Тут очень важны пальцы, какие вы зажимаете. Поэтому смотрите, что зажимаю я, проверяйте, зажали ли вы так же. И у нас в каких-то моментах будут звучать аккорды. Давайте сначала эти аккорды мы посмотрим, и уже в контексте вступления будем их разбирать и включать. Ну а так как у нас с вами получается суперобразовательный разбор, то скажу, что такие схемки аккордов вы можете видеть в привычном вам виде, который будем разбирать чуть позже, или в виде табулатуры. Смотрите, я вам сейчас вот все продублировала, просто запоминайте зрительно, в будущем вам это не раз пригодится. Итак, первый аккорд очень интересный, у нас будет звучать АМ дробь С, звучит вот так вот. Как его, в принципе, зажимать? Это взяли аккорд АМ, взяли аккорд С, бац, соединили. Мы зажимаем, только тут пальцовка немного другая. Указательным пальцем четвертую струну на втором ладу, первую струну третьим пальчиком на третьем ладу. Очень красиво и симпатично звучит. Следующий аккорд, аккорд ДМ. Зажимаем с вами указательным пальчиком вторую струну на первом ладу, далее третью и четвертую струну на втором ладу. Следующий аккорд, аккорд Ж. Зажимаем с вами третью и первую струну на втором ладу, а вторую струну на третьем. следующий аккорд идет у нас аккорд c5 очень интересное название исполнение тоже не супер сложное тут единственно есть разная распальцовка нужно смотреть по контексту как вам будет удобно ставить пальцы но ставятся они неизменном виде на 1 и 2 струне на третьем ладу вы можете это зажать через мизинчик и безымянный да как бы это в теории вы можете это зажать через второй палец то есть через средний и указательный палец более корявый вариант я бы сказала и такой средненький вариант через средний и безымянный опять же надо смотреть по контексту я сама чаще всего играю через мизинчик и безымянный то есть чтобы вот так у меня звучало далее у нас с вами идет аккорд f мы зажимаем указательный палец на 2 струне на первом ладу и четвертую струну на втором ладу и заключительный аккорд который нам здесь понадобится аккорд е7 зажимаем указательным пальцем четвертую струну на первом ладу далее третью и первую струну на втором ладу получается а м дробь с дмушка аккорд g потом c5 аккорд f опять там появится дм и е7 это у нас с вами база основа сейчас будем туда вкреплять мелодию по сути свои вступления начинаются нас вот с такого хода как мы это играем мы сначала начинаем играть на второй струне открытую и далее средним пальцем зажимаем второй лад тем мизинцем четвертый лад спускаемся на первую струну грамме открытую и также средним пальцем 2 лад то есть в правой руке вы можете играть все большим пальчиком и ту дыма и сю дыма уже чувствует что скил у него такой ну не новичок вы можете играть чередованием пальцев то есть совершать вот такое вот движение нотками это звучит так в принципе я сама обычно играю чередованием потому что это очень удобно и можно развить хороший быстрый тэн далее начинаем включать аккорд а м дробь c смотрите тут очень все продумано не придумывайте новые пальцы просто смотрите как играя потому что смотрите вот вы сыграли ход и дальше вас идет вот этот пальчик оп ну как бы вы сыграли а нифига мы играем а м дробь c то есть все очень удобно если вы будете играть одним пальцем у вас будет такой корявый звук очень отрывистый и неудобно это некрасиво звучать у нас а м дробь c дальше идет переборчик снизу вверх смотрите при переборе я использую классическую постановку в правой руке это значит что каждый палец закреплен за свою струну то есть большой у меня за четвертую струну и далее вот так у меня идет движение и в зависимости где у меня написано та или иная струна я играю вот ее своим пальцем то есть одним пальцем все я не играю вот как раз в этом мастерство и заключается то есть он сыграла трунка нам а м дробь c и дальше пошел перебор вторая струна 3 струна потом 1 2 3 1 2 то есть должно получиться что-то такое я в принципе все удары аккордов самом начале играю через указательный палец так очень удобно кому-то может быть непривычно дело движения как раз снизу вверх потому что мы привыкли играть все переборы сверху вниз но просто потренируйтесь дайте себе время и все будет хорошо получаться окей давайте соединим первые два такта что должно получиться далее на с вами идет аккорд и и вот смотрите я в принципе вот эту форму особо не убираю то есть еще с ним выкину и буду играть отдельно мелодия как бы как расписываю туда свою мелодию сыграл d играя автору страну на первом ладу далее затем опять первую струну и вот смотрите только потом я убираю руку и ставлю безымянный пальчик на вторую струну на 3 и доигрываю первую струну открытую все вместе еще раз далее мы включаем аккорд g затем играем в третью струну зажатую вторую струну и далее на первой струне написано какая-то просто куролесица что за иероглифы аж потом п это у нас написано хаммерон и пулов такие у нас приемы для приукрашивания звучать будут они вот так вот симпатюльно посмотрите я не убираю на первой струне пальчик вот с аккорда g у меня так и осталось оттуда далее я играю эту нотку второй лад зажатый на первой струне далее безымянным пальцем играю хаммерон камерон это у нас такой прием когда мы как бы как молоточек палец выбивает следующую нотку то есть я ее отдельно еще дополнительно не играю получается так поэтому нужно очень хорошо так замахнуться следующим пальчиком и вот ударить именно я ударяю кончиком пальцев поэтому будет звук очень яркий хороший потренируйтесь далее мне нужно сыграть прием вот с этого положения плов плов и тогда мы скользим скажем так вниз то есть тем пальцем которому только что играли я просто делаю движение вниз я как бы немножко подцепила нотку и упала но при этом палец средний на втором аду у меня остался получается вот такое движение сначала хаммерон потом упали потренируйте сделать его отдельно потом вписывайте в мелодию потому что я понимаю если вы никогда до этого не играли никакие приемы будет трудновато стать вместе тоже отдельный видосик про приемы можете посмотреть на досуге очень интересно познавательно ну и дальше вот после вот этой куролесицы мы играем опять открытую струну первую давайте посмотрим четвертый так с этим аккордом g полностью то есть мы играем g еще раз медленнее то есть получается такой распев до этого бы если бы вы играли просто как бы как написано нотки то вас будет отрызть принципе я вас не заставляю играть эти приемы если вы только недавно начали играть то можете сыграть без них как можете так и играем окей давайте соберем полностью первые четыре такта в медленном темпе еще раз далее он с вами идет вторая строчка и начинается нас аккорда c5 далее мы играем эту же зажатую нотку на второй струне затем открытая третья струна затем возвращаемся на вторую играем и уже открытый затем на этой же второй играем на первом ладу и на третьем все вместе и следующий такт уже изи бризи мы играем аккорд f играем перебор первая-вторая-третья струна затем первая-вторая-третья-четвертая то есть я вот один раз поставил этот аккорд и вот играем на него то же самое проделывая с аккордом dm то есть я его сначала играем затем такой же перебор идет на него первая-вторая-третья-вторая-третья-четвертая давайте вот соединим вот эти два такта с аккордом f и dm завершает нашу эфирию аккорд е7 далее не убирая ничего с этой формы я играю третью струну вторую четвертую первую четвертую вторую четвертую понимаю ломаный такое получается перебор поэтому смотрите внимательно на то бычу как написана И завершаем эту мелодию на первой струне, на втором ладу, уже на следующем такте Все вместе в аккорде Е7 Давайте соберем полностью вторую строчку в медленном темпе, как должно получиться Теперь полностью вот эти две строчки в медленном темпе Теперь давайте чуть быстрее И получается вот эти две строчки в оригинале мы повторяем еще разок, чтобы никто не уволок И у вас получается полноценное вступление Музыка 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 И вот смотрите, когда вы повторяете вот эти две строчки подряд, вам нужно делать такой некий переход к началу пения И вот как раз вот этим переходом послужит ход, самый первоначальный, который вы играли И начинаем потом петь, типа И так далее То есть А вот как же петь, сейчас разберемся Друзья, я хочу вам сообщить о том, что теперь помимо моей подписной укулеле и аксессуара к ней У меня вышла полноценная книга «Укулеле по шагам» На самом деле это не просто книга, а целая энциклопедия В ней собраны абсолютно все мои знания систематически от простого к сложному Ну на то это и укулеле по шагам Кто рассматривает укулельку в качестве аккомпанемента или инструментального инструмента То эта книга специальна для вас Также в этой книге есть QR-коды, укулеле-трекеры, смешнявки, мемы, стикер-пак Для любителей наклеечек тоже я о вас позаботилась Ну а всю подробную информацию про свою коллекцию скрипышей я оставила в описании Разбор на укулеле Если вы перемотали и не смотрели вступление Для вас повторю еще раз связки аккордов, что будет использоваться именно в самой песне Первый аккорд аккорд АМ Зажимаем с вами четвертую струну на втором ладу Далее к этой конструкции мы добавляем вторую струну на первом ладу И третью струну на втором И получается аккорд ДМ Далее у нас с вами пойдет аккорд Ж Зажимаем первую и третью струну на втором ладу А вторую струну на третьем И вот следующий аккорд за ним будет очень красивый Это СМХ7 Мы зажимаем просто первую струну на втором ладу До этого бы мы просто сыграли аккорд С Который зажимался первую струну на третьем ладу А тут зажимаем на втором И вот как раз вот этот аккорд нам даст такую мечтательность Можно сказать такую таинственность Вот вместо того, чтобы С использоваться Возьмем СМХ7 Следующий аккорд Аккорд Ф Зажимаем с вами вторую струну на первом ладу И четвертую струну на втором ладу Следующий аккорд Аккорд Е7 Зажимаем четвертую струну на первом ладу А третью и первую струну на втором И последний аккорд, который нам понадобится Аккорд ЕМ Зажимаем первую струну на втором ладу Далее вторую струну на третьем ладу И третью струну на четвертом ладу Получается вот такая вот лесенка Теперь вся связка аккордов от начала до конца АМ ДМ Джи Джиммейт 7 Аккорд F Е7 И ЕМ Аккордов много, целых 7 штук, но не переживайте в куплетах и в припевах, они разные, то есть порядок аккордов будет меняться, будьте внимательны Теперь самое дело разобраться в правой руке, как же будем играть в куплеты и припевах Я предлагаю первый куплет сыграть через перебор Переборы есть разные, 4, 3, 2, 1, например Если вы выберете такой рисунок, то его нужно будет играть два раза на один аккорд Или же можно взять более интересную структуру, когда мы играем 4, 3, 2, 1 Далее возвращаемся 2, 3, 4 и плюс 30 труна То есть, чтобы понимать эту схемку, мы как бы делаем вниз движение, потом наверх движение без дубликации первой струны и еще плюс третью струну И вот такую схемку мы сыграем один раз на один аккорд Очень клевый перебор, кто вот хочет звучать так, берите его Если вам не нравится такой мелодичный вариант, вы можете взять раскирный, приближенный к оригиналу Там тоже есть пару вариантов Первый вариант, когда мы играем 4 удара вниз Причем эти удары все неполные По-другому мы и не делаем от четвертой струны до первой струны удар А мы делаем очень коротенькие ударчики И вот, чтобы была тоже какая-то пульсация, на третий удар я могу замахнуться и сделать как бы акцент Как это будет звучать? Первый, второй удары коротенькие, потом замахнулась полным ударом и сделала опять четвертый коротенький Считайте, как будто вы играете на леэкторе гитаре при помощи медиатора Тогда будет звучать примерно так Играем это два раза на один аккорд Еще вариант такой, когда вы делаете не последний удар вниз, а его делаете наверх Но до этого все соблюдается так, что если вы играете вниз, 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 полный удар и сделали наверх Тоже как вариация, тоже два раза на один аккорд Это вот вариант мелодичный, вариант ротскерный и вариант ваша любимая шестерка Никто ее не отменял По-другому у нас рисунок звучит так Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх Тогда мы его играем один раз на один аккорд И так далее В принципе, смотрите, что вы можете сделать Вот, чтобы у вас было какое-то развитие по песне Я бы рекомендовала вам взять Вот в первом куплете лучше взять что-то такое не супер яркое, кричащее То есть или переборчики какие-то Или вот эти вот с акцентами короткие удары вниз Шестерку вы тоже, конечно, можете взять Но забегая вперед, скажу шестеркой Мы будем играть еще и припев Поэтому все играть одним боем от начала до конца Лично для меня скучно Но если вам будет сложно постоянно менять Окей, выберите один бой, ту же самую шестерку И играйте везде Не переживайте, в музыке так делать можно Поэтому кто на что гораст, так и играйте Я же для себя выберу для первого куплета Переборчик И тогда будет звучать примерно так Днем лет за горой Парашный замок мой Душу мучает порой Царящий в нем покой Я своих фантазий Стражущий герой А любви моей живой Все образы со мной Вот такая вот лирика пошла, друзья! Далее в пепеле у нас начинает с вами интересность Играем его шестерочкой Напоминаю, это вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх Но идет в каких-то моментах, а именно на голубые аккорды Мы будем делить с вами бой на два аккорда То есть на один аккорд мы играем вниз А на следующий аккорд мы как бы доигрываем рисунок То есть я часто вижу страх Смотрящих на меня глазах И вот на следующий черненький уже аккорды, который у нас написан Мы играем полностью этот рисунок То есть смотрите, на голубые аккорды делим пополам Ну как пополам 2 плюс 4 На черные аккорды не выделены Играем полностью этот бой один раз на один аккорд В медленном темпе давайте покажу, как должно звучать Я часто вижу страх Смотрящих на меня в глазах Им суждено Уснуть в моих стенах Забыть в моих мирах В сердце от любви горит Моя душа болит И волосковых фигур прекрасен вид Покой везде царит Лично от меня рекомендация отдельно Сначала потренируйтесь это все играть Без слов, просто аккорды и бой Вот только потом уже добавляйте слова Давайте сейчас соединим более-менее, чтобы вы понимали Первый куплет и припев Дремлет за горой Прачный замок мой Душу мучает покой Царящий в нем покой Я своих фантазий Страждущий герой О любви моей живой Все образы со мной Часто вижу страх Смотрящих на меня в глазах Им суждено Уснуть в моих стенах Застыть в моих мирах В сердце от любви горит Моя душа болит И волосковых фигур прекрасен вид Покой везде царит И вот смотрите На следующие куплеты Второй и третий Соответственно Вы можете взять другого рисуночек Например Вот те же самые пульсированные удары вниз Ну или кому понравилось сделать наверх в конце Можете сделать так То есть типа То есть этот вам даст развитие песни Вполне звучит очень бомбически Давайте хотя бы один куплетик Покажу как это будет звучать Для их привателем Для их привателем Свой прекрасный дом И хреном по ним Развитались мы потом Иногда у них легкий был испуг А прикосной нежной шеи И пошли как раз шестерка играть припев Вот такая вот интересность у нас получается И то же самое можно кстати сделать в третьем куплете И в принципе у нас пойдет дальше с вами припев Потом третий куплет Потом припев И в принципе как бы на этом усюм Ну что же песня разучена Теперь самое время разобраться Как же ее петь Если перед вами стоит задача именно ссылаться на оригинал Оригинальное исполнение Михаила Там можно сделать такое некое оперное пение Он поет на зевке Мы сразу можем представить таких вот тетенек и дяденек из оперы Как они это все делают Во-первых вам нужно округлять Ваше что вы чем вы там поете И как будто на зевке вы пропеваете Типа Вот с таким вот посылом Типа Второй вариант как это понять Можете вспомнить Сергея Безрукова Вот его тогда знаете на пике Начала к 2000-х Когда он играл еще в этом участке Блин меня куда несет Это вообще удовольствия У меня многие не родились еще тогда Вы знаете вот эта его любовь Эх Россия матушка Поляки Ну какие у нас агенты Поля роща Вот знаете такое раздолье в голосе Вот это тоже может вам помочь То есть чтобы спеть Ну или в принципе вы можете пытаться скопировать Манеру пения самого солиста Опять же То есть у вас есть неких три варианта Как это можно спеть Примерно должно получиться что-то такое Я часто вижу сон смотрящих на меня Глаза Самый главный поинт вот этой вставки Как же это петь Чтобы вы не пережимали Чтобы вы не пели сквозь зубы Типа Я часто вижу сон Вот это вот Когда у вас еще вот Вот так вот как гусиная Шея вытягивается Так делать не надо Вот вы можете петь В округлой манере Да Делать пародию на оперных певцов Или петь спокойно То есть я часто вижу сон Смотрящих на меня Глазах Ля-ля-ля Па-па-па Тогда у вас все будет круто звучать Разбор на укулеле Чтоб вам было максимально понятно Что происходит Давайте соберем эту песню Со вступлением от начала до конца Смотрящуюся Время за горой Мрачный замок мой Душу мучает порой Царящий в нем покой Я своих фантазий Страждущий герой А у любви моей Живой всеобразы со мной Я часто вижу страх Смотрящих на меня в глазах Им суждено Услуть в моих стенах За стыдь моих мирок Но сердце от любви горит Моя душа болит И волосковых фигур Прекрасен вид Покой везде царит Я их приводил В свой прекрасный дом Их вином парни Развлекались мы потом Иногда у них Трёгкий был испуг От прикосновения к нежной Шеи крепких рук Я часто вижу страх Смотрящих на меня в глазах Им суждено Им суждено Услуть в моих стенах Застыть в моих мирах Но сердце от любви горит Моя душа болит И волосковых фигур Прекрасен вид Покой везде царит Вот несёт она Не свои цветы Вот стоит другая Погружённая в мечты Я пытался их До смерти рассмешить Но пришлось Как в старой сказке Просто задушить Я часто вижу страх Смотрящих на меня в глазах Им суждено Услуть в моих стенах Застыть в моих мирах Но сердце от любви горит Моя душа болит И волосковых фигур Прекрасен вид Покой везде царит Вот примерно как-то так Песня получается Если было что-то непонятно То обязательно почекайте По тайм-коду Ещё раз это всё пересмотрите Если и тогда уже непонятно То пишите в комментариях Я постараюсь на всё ответить Если тебе был полезен этот разбор Дай мне знать своим лайком Также не забывайте писать в комментариях Что в следующий раз разобрать Например, это может быть Ещё одна песня у шутов Или какой-то старый трей Который вновь стал популярным сейчас Ну и по традиции Хочу поблагодарить всех людей Которые поддержат меня на бусте Вот эти ребята Замену они получают клёвые ништяки Весь раздачный материал Ранний доступ к видео И много чего интересного Ну а самое главное Моё почтение Меня по-прежнему зовут Дарья Скоро увидимся Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok